Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня я покажу вам, как поставить на любую тачку шашку таксиста, то есть вот такую вот крутую таксистную шашку, чтобы все видели, что ты таксист. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. Но хочу сразу начать с того, что, как многие ребята меня не просили, многие мне писали, что это есть возможность сделать, но нет, в симулятор автомобиля 2 никак нельзя добавить шашку таксиста в симулятор автомобиля 2. Вообще никак. Но я знаю игру, в которой это есть возможность сделать, и сегодня я покажу вам, как, собственно говоря, добиться того, чтобы на тачке была, собственно говоря, шашка таксиста. Погнали в другую игру. Ну а теперь мы находимся в игре, где есть возможность поставить шашку таксиста, и для этого мы сейчас с вами отправляемся в место, где мы это можем сделать. Для начала, конечно же, нам необходимо поставить номера на эту приору, потому что без номеров ездить не вариант, тем более таксовать. Поэтому заезжаем быстренько вот так вот в Рео ГАИ, вот так вот тормозим аккуратненько, чтобы мне номера выдали. Надеюсь, что мне сразу выпадут какие-нибудь крутые номера, к примеру, 777 или что-нибудь вот такое вот прикольное. И так, опа, тут включить, мужичок стоит. Так, ну мне нужны номера на приору. Вот так, мне выпадают У-243ВХ. Отличненько. Теперь, ребята, дальше что нужно делать? Я вам сейчас покажу. Короче, если вы хотите, чтобы у вас была вот такая вот шашка таксиста, для этого вы садитесь в тачку, далее заходите в настройки, собственно говоря, точнее нажимаете на меню, далее пролазите дальше до навигации, нажимаете на навигацию. Потом выбираете свой город, где вы находитесь. Я лично нахожусь в Невском. И после чего вы заходите во вкладку работа и вот тут ищите таксопарк. Нажимаете на него и все, едете в таксопарк. Сразу же метка на карте появляется. Вы на нее отправляетесь. И вот как я сейчас просто выезжаете туда. Да, вот есть светофоры. Соблюдайте, собственно говоря, скоростной режим. Соблюдайте все светофоры, чтобы все было четенько, красиво. Ну и также переходите по ссылочке в описании и качайте МТА провинцию, чтобы играть в эту крутую игру с крутой графикой, где вот такие вот есть крутые тачки и огромный город, где можно заправлять тачки на заправках, которые, как в реальной жизни, те же самые Роснефть. Да-да-да. То есть, ой-ой-ой, а тут у нас опять светофор чуть не пролетел на красный, хотя я соблюдаю правила и вообще не поддерживаю то, что когда берут и на красный летят. Иногда такое у меня, конечно, бывает, но все, все, проезжаем. Светофор загорелся и можем ехать дальше, потому что главное играть по правилам, по РПшке. Это самое, что не наесть, а крутое и интересное. Далее, вот тут вот так поворачиваем направо. Тут у нас сейчас будет мостик, мы включаем левый поворотник и отправляемся налево. Тут у нас чувак какой-то на лодке катается, все это понятно, но нам это не нужно, потому что мы отправляемся к таксопарку, где мы будем делать вот такую вот таксичную приору, потому что в этом и есть прикол. Всегда хотелось, чтобы приора выглядела как такси. Светофор, я успею проскочить? Ааа, не успел, блин, он же горел желтым, а я что-то... да, не успел. Окей, так, тут мы видим, что до таксопарка осталось совсем чуть, 100 метров, поэтому нам сейчас нужно будет вот тут повернуть... А, нет, тут знак кирпич, поэтому придется, значит, ехать в другую сторону. Короче, сейчас разворачиваемся, ездим по правилам, чисто вот соблюдаем все моменты, подключаем поворотник еще один направо. И вот, получается, нам тут нужно будет найти где-то поворот налево, чтобы повернуть к таксопарку. Окей, честно говоря, я сделал прям нереально большой круг, обычно все это намного проще получается сделать. Ну а сейчас, да, все по правилам, отличненько, тут какой-то чувак по дороге и бежит, но нам он особо-то и не нужен, потому что мы едем в таксопарк, Потому что нам нужно получать, собственно говоря, шашку таксиста. Окей, вот мы и приезжаем во двор, где у нас есть таксопарк. Теперь далее мы с вами выходим с тачки, подходим к вот этому чемоданчику, к этой легенде и нажимаем работать. Далее, теперь вы устроились в такси, вы теперь таксист, все отлично. Теперь, короче, когда мы подходим к тачке, нажимаем на кнопочку тап и вот так тут у нас появляется шашка такси. И вот такая вот, вот так это все выглядит прикольно, нажимаем на нее, установить цветовую шашку и все, и у нас появляется вот такая вот шашечка прямо на машинке. И это действительно смотрится круто, то есть теперь все будут видеть, что я таксист и я могу спокойно начинать работать, предлагать всем свои услуги. Таксиста, это действительно очень мощно и довольно-таки интересно. Кстати, тут у нас только движение в ту сторону есть, поэтому мы будем соблюдать все эти закончики. И поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК, достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинцию. И ты обязательно кайфанешь, потому что она абсолютно бесплатная и в ней нет никакой либо рекламы. И пока ты думаешь, твои друзья уже играют вместе со мной. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании и качай. И качай тут действительно топовую и интересную игру, в которой ты найдешь интересную работу, купишь себе тачку и будешь заниматься своими делами. Это действительно круто и довольно-таки топово. Поэтому, чтобы сразу же получить крутой бонус, который вам поможет при старте игры для этого, смотрите, ребят, что вам нужно сделать. Когда вы зашли в игру, вам нужно будет нажать на буковку М, английскую, и у вас появится меню, да, про которое я рассказывал сегодня в ролике. Далее, переходим вниз и находим с конца, вот четвертая вкладка, реферальная система. Нажимаем на нее и вот тут, в появившемся окне, вам нужно ввести мой промокод личитоп. То есть, вот этот промокод надо ввести вот сюда. И вы с легкостью получите очень крутой и интересный бонус. Поэтому обязательно так делайте, промокод личитоп. И ссылочка на игру будет в описании. Ну, а я поеду таксовать сейчас, поеду в какое-нибудь место, где много людей. Обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы прям рубрику, где я по РПшке, собственно говоря, работаю. В такси прям такие будни таксисты жесткие. И тогда мы обязательно это сделаем. Поэтому, ребят, кодовое слово в этом ролике будет будни таксиста. Все, кто напишет слово будни таксиста, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Ильич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч.